Здесь уже практически все готово. На базе для маломерных судов могут разместиться порядка 130 плавсредств. Но с переездом лодочники не спешат. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина с людьми встретился депутат Государственной Думы Николай Панков. Оказалось, подрядчики допустили много недоработок. Не должна быть так рельса расположена под наклоном, если она не выдерживает веса катера. Как дальше ее поднимать, скажи? То, что меня попросил Володин Вячеслав Викторович приехать и посмотреть, как используются деньги спонсоров, я тут на стороне на сегодняшний день пока людей. Потому что я вижу, что то, что мы сделали, для людей неприемлемо. На самом деле нужно вам создать те условия, которые позволили бы нам сохранить маломерные суда. Базу для плавсредств в Улишах построили на спонсорские деньги. Проект реализовывали по инициативе и поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Ему пришлось вмешаться в конфликт городской власти и лодочников. Только так проблему удалось решить. Ну, это же видно, явно, что мы сейчас начнем пускать, телега не пройдет. Анатолий Романов один из тех, кто пока еще не переехал на новую базу. Говорит, хорошо, что удалось разрешить конфликт. Но теперь просит подрядчиков исправить недочеты. То, что сделали бы им так строители, они просто не доделали. Ничего лишнего. Нужно просто, чтобы они доделали, привели в соответствие то, что должно быть, что это было достаточно качество и безопасно. И никаких вопросов к ним не возникает. Николай Васильевич выслушал, дал указания строителям, назначил сроки. Ну, я думаю, они откликнутся, и все будет хорошо. На месте были достигнуты договоренности по каждому объекту согласовать тот перечень недостатков, который имеется по каждому лодочнику, составить протокол разногласий. И в рамках этого протокола разногласий все недостатки устранить. Подрядчикам дали срок до конца недели приступить к устранению недочетов. Все участники встречи посетили и другую лодочную базу в поселке Юриш. Здесь смогут разместиться около 600 плавсредств. И пока строительство на уровне свай, решено было провести встречи с лодочниками и авторами проекта, согласовать все действия и внести пожелания людей в проект, чтобы не получилось, как на базе в Улишах. Екатерина Сулейманова, Олег Бирюков, Саратов, 24.